Натуральный допинг русских силачей. Иван Подубный, Юрг Гакеншмидт, Иван Лебедьев, Александр Зас и другие силачи, вошедшие в историю мирового спорта. Их имена с синонимами русской силы и духа, выносливости и неутомимости. Как и у всех спортсменов, одной из важнейших составляющих успеха тяжелых атлетов является их диета. Чем питались и на что налегали русские богатыри. Борец и атлет Иван Подубный, получивший на западе прозвище русский медведь, любил простую, но полезную пищу. Как вспоминала его племянница Мария Сапко, когда Подубный приходил в столовую, то первым делом просил наваристого борща. После первой порции мог заказать вторую, а потом и третью. Очень любил борец молочные продукты и яйца. По словам современников, за раз великий русский атлет мог съесть десяток вареных яиц. А ведь это важнейший источник белка. Налегал Подубный также на каше мог выпить за день более трех литров молока. Очень любил Иван Максимович разрезать буханку хлеба на две части и намазывать на них полкило сливочного масла. Такое питание давало много необходимых организму калорий. Не употреблял мясо и другой русский силач Иван Лебедев. Атлет-гиревик, цирковой постановщик, борец и арбитр различных соревнований. Он организовал русский чемпионат по греко-римской борьбе. Силач всегда советовал своим ученикам и другим атлетам не есть мясо, которое, по его словам, вносит в организм продукты гнилостного разложения. Спиртные напитки и курение также не жаловал. Зато рекомендовал налегать на яйца и пить больше теплого молока с сахаром. А вот для известного циркового атлета Георга Гакеншмидта, одержавшего в схватках в 1889 году по 1908 год более 3000 побед, наоборот, мясо было одним из основных элементов спортивного рациона. Диетом для русского льва разработал петербургский доктор Владислав Краевский, который взял шефство над силачом. Краевский кормил русского льва крутым мясным бульоном, на приготовление одной порции которого одной тарелки шли 4-5 килограммов мяса бычка. На таком питании вкупе с базовым тренингом Гакеншмидт раздавал в груди за несколько месяцев на 12 сантиметров и стал, по мнению современник, напоминать фигуры Геркулеса. Сам атлет говорил о своей диете, что мясо в ней составляет лишь третью часть, все остальное растительная пища. Кроме мясных блюд он рекомендовал употреблять в больших количествах молоко и избегать острых блюд, и уж тем более спиртных напитков, а также табакокурение. А вместо сахара есть сухофрукты. Полностью от курения и алкоголя отказался и Александр Зас, прозванный Самсоном. Атлет был сторонником изометрических упражнений, при которых человеческое тело сопротивляется неподвижному объекту. В Англии, куда он уехал в 1924 году, Самсона удостоили титула «Сильнейший человек на планете». Что объединяло этих выдающихся атлетов, помимо их любви к спорту? Все они питались натуральными продуктами с высоким содержанием холестерина. Это органическое соединение в изобилии содержит такие продукты, как яйца, сыр, молоко, сливки, сметана, масло, творог и многие другие. Именно холестерин помогает в выработке тестостерона, прямо отвечающего за рост мышечной массы. Так известный русский силач Сергей Елисеев сделал молоко и молочные продукты главным элементом своей спортивной диеты. Он предпочитал молочную кашу и простоквашу. Повышается уровень тестостерона в организме и благодаря отказу от алкоголя и табака. При курении угарный газ впадает в кровь, что снижает способность организма превращать холестерин в тестостерон. Таким образом, немалую роль в достижении великих русских атлетов сыграли обычные продукты. Тестостерон и другие вещества, необходимые для роста мышечной массы, богатыри получали из натуральной пищи. Между тем, еще во второй половине 19 века в Европе начались эксперименты по получению синтетического тестостерона. Но первая в мире инъекция тестостерона пропианата была сделана только в конце 30-х годов. В 1956 году был создан анаболический стероид Дианабол. Именно с этого момента препараты для искусственного наращивания мышечной массы получили распространение в мировом спорте. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. Всем мир! До новых встреч! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok